Меня Антон зовут, я создатель сервиса SaveFromNet. Я расскажу про наш путь, как мы дошли от нуля пользователей до 50 миллионов, про хаки, которые мы использовали для роста, про вопросы, на которые отвечали, некоторые выводы, и очень хочу с вами поговорить, задать вопросы, на которые мы сами не нашли ответ. Немножко о нас. Текущая аудитория 50 миллионов — это, чтобы вы понимали, как шесть аудиторий, шесть населений Нью-Йорка. У нас за время существования компании появилось пять успешных продуктов и суммарная аудитория — 80 миллионов МАУ, то есть месячных пользователей активных. Но это все, в общем, произошло не сразу, это все произошло за 9 лет. Я вот готовился к докладу и сам немного удивился, но немало времени прошло. Откатимся немного назад. 2008 год, мне 18-19 лет. Я работаю, учусь и в свободное время занимаюсь тем, что пишу обзоры на какой-то интересный софт, который выходит бесплатный, платный. Такое хобби. Если кто-то помнит 2008 год, история была в том, что файлы большого размера было передавать очень сложно. Это выглядело так, что ты берешь файл на гигабайт. Ты его не можешь просто так кому-то передать. Ты его должен нарезать на 10 частей, загрузить на файлобменник. И после этого расшарить ссылки. Выглядело это примерно так. Файлобменники не давали просто так скачивать. Они были увешаны кучей рекламы. Был хрустатый Израиль. Какие-то безумные таймеры. После таймеров тебе попадались ссылки, которые ты должен был найти, отыскать, нажимал, смотрел дополнительную рекламу. И это все умножалось на 10, потому что файлы были маленькие. Ты не мог загрузить большие. В один момент я нашел решение этой истории. На каком-то форуме разработчик написал скрипт, который встраивался в браузер. И этот скрипт делал примерно то, что сейчас делал TED-блог. То есть он резал рекламу, он убирал таймеры и как-то скрашивал жизнь пользователя на пути к получению контента. Я взял, собрал это в инструкцию, загрузил на форум и увидел, что есть спрос. То есть люди пользуются, задают вопросы. Но меня беспокоило то, что это решение было классное со спросом, но оно и дико гиковатое было. То есть оно работало только под браузер Opera. Тебе нужно было зайти в настройки через какую-то адовую комбинацию кнопок. В настройках нужно было сделать там 28 кликов. И после этого оно как-то работало. Кажется, это не самое крутое решение. И я подумал, почему бы не сделать что-то простое. Зашел на сайт, вставил ссылку, чтобы моя мама могла пользоваться. Возник вопрос, в общем, а кто может это сделать? Первая мысль, которая пришла, где найти разработчика, я взял и пошел. Самое очевидное, что можно сделать, было пойти к создателю вот этих вот скриптов гиковатых. И, в общем, я это сделал. Написал, как сейчас помню, были такие мессенджеры ICQ. Человек сказал, слушай, в целом идея интересная, но я вообще не понимаю, каким образом это можно реализовать, можно ли вообще или нет. Он даже не понимал, каким, на чем писать веб-сайты. Но при этом он сказал, окей, давай я попробую. Я не знаю, сколько это займет времени у меня. Давай я возьму неделю, получится или нет. Я, во всяком случае, пойму, сколько займет времени, сколько это будет стоить. И на следующий день он написал мне, говорит, слушай, смотри, кинул ссылку и говорит, вот есть прототип, я за вечер наклепал, разобрался, вот, кажется, работает. Я зашел, посмотрел, правда работало, дико криво, дико непонятно, но как-то. Я сказал, слушай, Миша, круто, замечательно, давай, вот у меня есть 30 долларов. Но на что он сказал, слушай, ну, кажется, это маловато, я рассчитывал больше. Вот. И тут я делаю такое судьбоносное предложение, от которого он не смог отказаться. Я говорю, окей, не проблема, у меня через неделю будет еще 30-ка. Либо, хочешь, давай, мы вместе будем развивать сервис, ты будешь заниматься разработкой, я буду заниматься всем остальным. Доход будем делить, ну, доход же будет, конечно, будет, был я уверен. Вот. И, ну, Миша подумал, очень долго, такое сложное, долго взвешивал, на самом деле нет. Ну, сказал, окей, давай попробуем, почему нет. Вот. И таким образом у нас собралась просто супер крутая Dream Team. Я человек, который никогда не делал сайты, не понимал в маркетинге примерно ничего, ну, в общем, во всем остальном. ну, и супер крутой разработчик, который никогда не писал веб-сайты, который там, ну, не умеет в это от слова совсем. И, ну, на самом деле прошло много времени, многому научились, дико крутой опыт, и я сейчас понимаю, что для ключевых людей гораздо, гораздо важнее не те навыки, которые у тебя есть, такое качество, как самоходность. Многие люди называют это интерпренерностью или еще как-то. Но именно самоходность позволяет тебе не останавливаться, позволяет тебе видеть перед собой не стены, а видеть перед собой рубежи, через которые можно пройти. и мне хочется поговорить как раз с вами, просто, ну, не часто возникает возможность задать вопрос там, 50 продуктам, отборным продуктам, не просто так, да, тут Миша с Ксюшей отбирали, поговорить немножко про это, да, про самоходность. Поднимите руку, пожалуйста, кто считает себя самоходным? Что такое самоходность? Окей. Слушай, я понимаю под самоходностью, когда человек решает неопределенную задачу и он не останавливается перед первой сложностью, берет, вгрызается, находит хаки, приемы. Так понятнее? Да. Окей, у нас плюс один. На самом деле это очень уникальная ситуация, потому что по статистике в мире таких 3-5 процентов. Круто. Насколько себя такими считают? Насколько себя такими считают по статистике? Хороший вопрос. Окей, так, в общем, можно попросить микрофон в зал и расскажите, пожалуйста, что с вами не так? Почему в мире всего так мало людей? Что с вами произошло, что вы вдруг стали самоходными? Как вы вообще смогли развить навык? У меня, наверное, немного такой ответ вопрос. Ну, вообще-то, учитывая, что профессии продукта не было 3 года назад примерно, наверное, то, наверное, все люди, которые пришли в продуктов, это люди, которые как-то нашли и поняли, что продуктология это интересная им штука, а для того, чтобы понять, что тебе интересно, нужно уже как бы очень много чего осмыслять. Вот, и те, кто оказался здесь, это, ну, мне кажется, люди уже так или иначе самоходные, как ты это называешь. Но, с другой стороны, я тут сейчас подумала, как же тогда программисты, потому что я знаю много программистов, которые сами решили что-нибудь программистами не могу сказать, что они вот такие. Так что у меня вопрос-ответ. Я так поняла, что больше идет речь о нахождении постоянной ситуации неопределенности. Как я докатилась до такой жизни? Если ты все время ищешь какую-то стабильность, на самом деле она ни капельки нестабильна. То есть, если что-то происходит шаг лево, шаг вправо, у тебя все рушится. Если ты всегда умеешь ориентироваться в этом хаосе и прочем, то, ну, вот это и есть стабильность. То есть, единственный способ как-то выживать в этом мире, готовится переобучаться, искать что-то новое, потому что иначе непонятно, что произойдет. Ну, окей, а почему кто-то это умеет, а кто-то нет? То есть, мы, по сути, рождаемся примерно с одинаковым набором навыков, фондом маратии. Все зависит от среды, в которой ты вырос. Я так думаю, что здесь преимущественно вклада этого. Что такое в среде? Мне очень хочется понять действительно... Если у тебя вокруг всегда были крестьяне, которые никогда не знали, что вообще можно работать на себя, у тебя не будет воспитания. То есть, если ты не увидишь, не узнаешь о том, что есть в мире такие возможности, ты таким не станешь. То есть, скорее всего, все люди, которые до этого дошли, они попали в какую-то ситуацию, где они были вынуждены так себя вести и учиться ориентироваться. Но кто-то сдастся и сольется, а кто-то будет брать и делать, пробовать. и... И пока мы не умрем, нельзя сказать, что мы не слиемся. Я не могу сейчас тогда сказать, что я не садюсь через 10 лет. А ты можешь? Ну как? Я могу. Я бы еще добавила... Я единственное, что не могу, это включить ноутбук и запустить презентацию. Так все могу. Я бы еще добавила про толерантность к неопределенности. Есть такое психологическое как бы качество и ты можешь покопать и почитать про него и как бы к чему это... к чему это относится. Я не помню точно, но точно есть такое понятие. Мне кажется, тут очень важно понимать в чем у тебя неопределенность. Неопределенность по иконечной цели или неопределенность как до нее добраться. То есть у тебя есть понимание, что ты в итоге хочешь, но не понимаешь как это сделать. Ну тогда все барьеры ну все стены для тебя будут преодолимыми барьерами. А если ты не понимаешь что происходит в конце, тогда все станет стенами. Но у тебя может быть был какой-то момент не знаю озарение или что вообще в тебе воспитала эта самоходность? Очень хочется понять, что в людях воспитывает и во-первых, помогать своему окружению это как-то воспитать, если это возможно. И вообще при приеме на работе идеально было бы, если был бы чат-лист. Если человек делал то-то-то, значит он самоходный, его можно брать, потому что большая-большая проблема найти самоходных людей от людей, в целом в нашем деле зависит все. Ну это, знаешь, вряд ли человек может сказать, что я до какого-то момента был не самоходный, а потом со мной что-то случилось, и я стал... Расскажите, пожалуйста. Круто, правда, очень интересно. Я, в общем, когда приходила в нашу компанию, я не была самоходной совсем. Ну в смысле, я как-то ждала, что мне там задачи будут ставить, что вообще, когда я туда трудоустраивалась, я устроилась за 10 минут, и мне сказали, у нас вообще все норм, у нас как бы план есть, его просто выполнять надо, и вообще ты как бы не переживай. В итоге я была единственным маркетологом, учитывая, что я до этого вообще не была маркетологом. И я такая думаю, ну сейчас мне будут ставить задачи, будут говорить, что я делать должна вообще. И как проходит неделя, там типа, ну я там, мне то задачи никаких не ставит. Ну я так периодически спрашиваю, там, ребят, там, что, как вообще. И на самом деле это была моя большая проблема, что я вообще плохо пушила людей тогда, ну вышестоящих, как бы, тех, кто там подо мной, ну в смысле, если мне там кого-то нужно там запушить, вообще без проблем, в смысле я знаю, если я знаю, что мне там от этого человека нужно. И это воспиталось как-то в процессе. Ну то есть мне отстали и говорили, Сань, ты что, ну как бы у тебя была глобальная задача, там, сделать вот это. Там, типа, о, хера вообще ты, ни хера не сделала. Офигенно, что ли? И я сейчас уже не работаю с этим руководителем, но у нас с ним очень теплые отношения остались, и мы как-то с ним перекидывались цитатами, там, на латинском языке, там, типа, кому там что подходит. И вот в переводе он мне скинул цитату, что вот суровое воспитание самое лучшее. Ну потому что у меня реально прям, вот, у меня суровое воспитание в этой компании воспитало быть самоходной. Примерно так. Мне просто надо бежать, я не хочу тебя обидеть, очень кровь это главное. Я могу сказать то, что самое главное, что было, это я подумал, а что будет со мной, если я вот буду делать ровно столько, сколько от меня просят. Вот, что какая у меня будет зарплата, как я буду жить, какие задачи у меня будут и так далее. Буквально это было самым главным. Я понял то, что нет, нужно делать больше, нужно делать то, что я хочу, то, что мне интересно, и всех остальных прогибать под эту цель. Людей, препятствия и так далее. Вот и все. Это самое главное. Понимать ради чего. Если есть ради чего, то все остальное не важно. Я бы спрашивал на собеседовании, это то вот, для чего ты все делаешь, а что будет дальше? Ну, это пошлая форма. Круто, спасибо. Я занимаюсь подбором таких людей, поэтому я в курсе, как это все делается. Ну смотри, если брать самоходность, то здесь в первую очередь это результаты ориентироваться. Я бы не сказала, что это один какой-то фактор, это в совокупии много. Результаты ориентироваться. Есть люди, которые тебе говорят про процессы, как это сделать, что это сделать. А есть люди, которых интересует только результат. Вторая вещь – это цель. Почему одни такие и другие такие? Здесь и правильно говорили про социальное окружение и про то, что они получают какую-то цель. У них есть, например, поклопали меня по головке, все, я счастлив, так здорово. Это личностная характеристика. Она создается как-то искусственно. Такой жизненный путь, который тебя к этому приводит. Ты не будешь сидеть и говорить, ага, у тебя мама, у тебя не гладила по головке, значит, ты точно подойдешь. Чтобы такие вопросы создавать, есть куча. Честно, тебе советую почитать по подбору персонала. И там прекрасно тебе расписывают все различные кейсы, и то, как человек говорит, и то, как он должен, какие вещи должен озвучивать. Я очень всем всегда рекомендую нейрологистический анализ речи, где в этом можно все выяснить. Вторая вещь – это цель. Человеку должно переть. Ему важна конечная цель. То есть он приходит себе продукт, и первое, что ты должен понять, насколько ему вообще это прет, насколько он хочет именно его довести до конца. Третья вещь – это максимализм. То есть его должно не устраивать. Его должно не устраивать, что все вот так хорошо. У него должен быть максималистский взгляд по максимуму. Все это брать. Вопросы. Давай представим суперситуацию, насколько глубоко и далеко он может мыслить. У кого-то амбиции, что я выведу это на российский рынок, у кого-то амбиции, что я хочу это сделать на мир, и чтобы каждый, реально каждый пользует телефон, он его устанавливал, да, амбиции сами по себе. Такой жесткий принцип. Да, да, но это, в общем, про текущие качества, интересно, как до них дойти. Давай продолжим после. Окей. Так вот, у нас, в общем, есть проверенная идея, есть Dream Team из двух человек, и за следующие полгода мы дойдем до 700 тысяч мам. Но это только будет через полгода, пока что у нас аудитория два человека, это я и кофаундер. Денег нету, но вы держитесь. И, в общем, возникает первый вопрос любого сервиса, где взять пользователей. Первое, что приходит на ум, это, ну, конечно, мы запустили продукт, сейчас о нас все напишут. Мы сейчас пойдем в блогеры, пиар, вот это вот, розовый единорог уже скачет, и, к сожалению, его приходится пристрелить, потому что, ну, вся пиар-компания наша, ну, само собой, там мы ничего не умели делать, вот, ну, так или иначе. На том уровне, который умели, приносит нам 200 человек ежедневной аудитории. Круто, радостно, на самом деле безумно, какое-то странное ощущение, когда у тебя на счетчике, на сайте, откуда-то появляется первый, там, десятый пользователь, потом сотни, ты представляешь там в аудитории этих людей, ну, очень крутое ощущение, вот, но амбиции, амбиции, конечно, были больше. Начали думать, каким образом, ну, где вообще еще взять трафик. Задали правильный вопрос, он, в общем, был в том, где, где-то трафик находится. И мы пошли к, в общем-то, источнику. Источник был, это всякие сайты, форумы, где выкладывали эти файлы, и мы придумали очень такой понятный, простой хак. Сделали скрипт, который внедрялся на веб-сайт за просто изменение одной строчки, и он заменял все ссылки на файлообменнике на ссылки, которые ведут через наш сервис. И я пошел продавать. Сходил по сайтам, искал контактовый сикью, по вечерам после работы учебы писал, списывался, объяснял ребятам, для чего им это нужно, что нет, какие деньги, мы вам не заплатим, это вы нам могли бы заплатить, потому что ваши пользователи будут возвращаться, у вас там будет суперпрутой сервис, конкурентные преимущества. Я бы, наверное, им продавал еще retention, но я только сильно позже узнал такое умное слово. И это дало довольно хороший буст в начале. Мы получили порядка 2-3 тысяч аудиторий ежедневной, и мы это получили, ну что, само по себе неплохо, но мы такую цифру получали на каждый подключенный сайт. И в итоге с помощью этого хака мы доросли примерно до 60-80 тысяч пользователей. Дальше гораздо проще стало подключать, то есть можно было уже стучаться в крупные какие-то ресурсы портала и вообще предлагать такое решение. Нам было обидно, что люди к нам приходят, но не задерживаются. То есть они используют сервис и больше мы никаким образом с ними не коммуницируем. Подумали, каким образом можно с пользователем оставаться и сделали различные хаки-приемы с закладками в браузер, с расширениями, когда уже появились. Что в итоге выросло в отдельный продукт. Сейчас у этого продукта аудитория в 5 миллионов пользователей ежедневная. Что дальше открыло нам возможность на этой аудитории тестировать и запускать другие продукты, проверять идеи. Но установка браузера – это тоже налог. И мы думали о том, а как стать вообще еще ближе. Как сделать так, чтобы нами пользовались всегда, чтобы мы были под рукой, но при этом не нужно было что-то устанавливать. И мы придумали хак с адресной строкой. На популярных сайтах мы купили домены и теперь, чтобы воспользоваться нами, нужно было ввести там одну-две буквы в адресную строку и человек попадал на save from net. Эта штука до сих пор генерирует довольно много аудитории, то есть один из самых таких успешных хаков. Более того, она позволила нам с большим успехом идти к блогерам тем же самым и просить, чтобы о нас писали. Ну и дальше, как по эффекту снежного кома органически трафик рос. История с общениями с блогерами она дала сама по себе неплохой буст. И действительно, о нас легко писали, но эта еще штука сработала хорошо в смысле SEO. То есть мы оказались на каждой странице, которая была в результатах первой двадцатки результатов поиска по нашим релевантным запросам. Вот эта вот клюшка, та история, которая получилась как раз за счет такого эффекта накопленного. Я готовил этот доклад, вообще откатился немножко назад и задумался, нахрена я все это делал, да? Зачем я брал и писал какие-то обзоры на сайты? Взял и сделал сервис. По сути, это изначально не приносило денег. Обзоры на сайтах так точно. Но именно вот эти вот действия показали, открыли возможность для запуска и чего-то большего. я верю в то, что вокруг нас кисель возможностей. Огромное, огромное количество и по сути наш успех или неудача зависит только от одного, можем ли мы эти возможности разглядеть. Да, от нашей разрешающей способности. Но на самом деле я просто буду рад, если вы задумываетесь, каким образом можно развить у себя этот навык, видеть и не пропускать возможности и подойдете и расскажете хаки и приемы, каким образом вы его развиваете. Мы ищем сейчас самоходного продукта, мы постоянно тестируем идеи, делаем это супер быстро, коллеги, с которыми мы работаем, подтвердят. И если кто-то достаточно амбициозный, чтобы поработать с аудиторией в 50 миллионов, кто горит желанием запускать продукты и при этом самоходный, пишите, пожалуйста, подходите, поговорим. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ